Какую-то работу я люблю, какую-то, как, не то, что не любишь, ты ее делаешь с какой-то, не совсем с такой любовью, но какую-то делаешь более тебе приятную. Это все по-разному. Я не забываю, как я не люблю. Да, но это все, конечно, по-разному. Все равно, как обязанность уже этого надо сделать. Это знаю, что это только твое. Ну, не то, что твое, ты женщина. У меня, допустим, три мужчины. Я, да, я женщина, поэтому я как бы все сама принимаю. Это как, ну, не принимаю, но так и для меня есть, как удовольствие какое-то. Я, например, всегда любила мыть пол. Всегда. Босиком, в шортиках, в майке. Под одну кровать залезешь, под другую. Это же зарядка. Это прекрасная работа для женщины, для молодой женщины. Для женщины надо заботиться по ее структуре. Вот, допустим, забота о ком-то. Для меня это очень приятное состояние души, можно так сказать. Если нет такой работы, я чувствую себя как бы какой-то ненужной, что ли. Это я люблю о ком-то заботиться. А что касается готовки, например, я бы не хотела никогда в жизни, чтобы рядом со мной был муж. У меня есть кое-какие свои хитрости, которые он должен не знать и не видеть. Ему должно быть подано красиво и вкусно. А иногда бывает оно совсем приготовлено из того, о чем он даже не догадывается. Я бы не хотела этого, чтобы он знал. Но мужчина должен уметь это сделать в силу того, что вот жена больна, не может. Тогда я допускаю. И помощь мужчины в этой рутине, самая большая помощь, чтобы он мог не бросить носки, где попало. Не оставил бокал там, где идешь, а лези его на кухню. Вот такие вот мелочи. Если бы он сам за собой вот это вот все сделал, и больше его помощи не надо бы мне было. Я сама. Я люблю о ком-то заботиться. Я просто без этого жить. Я злюсь. Надоело, надоело. Если бы вот все это нет, вот я всегда, я могу разозлиться. И все. А потом сяду, думаю, ну что ты орешь. Ну завтра тебя всего этого лишат. И ты же на стенку полезешь. Ты не сможешь жить, чтобы кому-то не ложить в рот. Я должна я нанить в чашке. Потому что я знаю, что не... Ну как? Ну не знаю, но почему-то. Я вот считаю, что только я могу. Я могу тот пирог разрезать, как я считаю правильным. Вот так сложилось. Ну, боже, все же, я понимаю, наше покое. В спецдом ребенка специально его сделали, что дети были микроцефалы, гидроцефалы. Микроцефалы – это маленькая головка, сама знаешь. Гидроцефалы – это большая голова. Гидроцефалия – это большая голова, опухоль головного мозга. Вот такие дети были тяжелые. Очень тяжелые. Тяжело. К нам кто из комиссии приедет, говорит, вам памятник надо при жизни поставить с такими детьми. Они же кричат, судороги у них были. Ой, ужасные. Вообще тяжелые дети были. И сейчас до сих пор дом ребенка существует. Я начинаю их мыть. Кто-то обкакался от сисеки до спины. Он мог описать, если мужчина зимой, на нем там футболка или майка сверху пашки. Это можно переодеть. Переодеть ему штаны. Памперский, если он намочил пеленку, то еще и пеленку. Он не движет. Можно каким-то образом его перекатывать, подталкивать. И так, как по сектору. И к 8 часов я уже вот эти все тащу узлы, неподъемные. Это, представь, сколько. А, если еще кто-то замарал, отмечает его майку. Или расстегнул со мной себе памперс. Что бывает, они пытаются. Нельзя это делать. Он со мной его пытается расстегнуть, снять и сам себя вытереть. Это значит, он перемарает всю одежду. И эту пеленку, которую я должна пойти застирать. Потому что, извините меня, с говном нельзя в стирку. А если он упадет с кровати, то ему нельзя притронуться. А весит килограмм 130. Мы даже вдвоем две санитарки, мы не можем, потому что за него и за него не взяться. Он горит от боль. Ни за что нельзя взяться. Понимаешь? Что у него болит? Ну все, они болят. Ну как? Хоть что может болеть. Они могут в ранах быть, в болячках, в пролежнях. Они там поскольку, поделились, они же живут, лежат так. Это не на них. Это ими, это престарелые ими. Тот бокалом в него своим кидают, а тот бутылкой ложкой, бокалом, а тот бутылкой с водой в него. Они дерутся, они ругаются на матах. Колясочники на колясках могут драться и могут подъехать к тому, кто лежит в больницу, понимаешь? А почему не жалеть? Ну потому что времени у тебя на своих матерях. Ты не сможешь ни покушать, ничего. Меня ругали за это, что нельзя. У тебя есть обед, и ты должна идти обедать. А я не могу. Потому что они плачут, просят. Я устала, я не могу. Переверни меня, повинни меня. И я иду по новой их обходить, и по новой, и по новой. Мне сегодня легче, я села. Мне так хочется один бус-голтер и чистую гурустку. Красивую. И смотрит тебе в глаза, и слезы стоят. И говорит, ну это же время, а у меня его нет. А ей нужно это снять с нее. Эту сорочку, там, в халате. Нужно надеть ей бус-голтер, который, опять же, чтобы не причинить ей боли, надеть так. И надеть на нее блузку, и все. И посадить ей, сказать, какая-то красивая. А это, я не обязану ей навазать лицо кремом. Это не то. Я должна навазать ей попу и видеть, чтобы не было. А она просит, помашь мне лицо еще кремом. А ты понимаешь, что больше у нее в жизни ничего нет. Например, ну определенное количество женщин и мужчин. И выведем зарплату мужчин и женщин. Женщина зарабатывает столько, сколько мужчина? Нет. Когда оно будет примерно равно, вот тогда, возможно, и женщина пересмотрит свои взгляды и дома скажет, дорогой, я зарабатываю почти столько же, сколько и ты. И, может быть, вот это мнение домашней рутины и у женщины поменяет. Намного меньше мужчин. Это редкие семьи. Да, есть, конечно. Но в большинстве своем женщина приносит, вот в данный момент, 30 тысяч. Это не просто. Это, ну, среднестатически, так скажем. Ну, 30-40. 30-40. Многие 20 получат. И в ней это подсознательно живет. Я должна это сделать. Он приносит 100 тысяч, а я 20. Она старается компенсировать, да. Значит, я не так загружена в течение рабочего дня. Я же только 20 или 30 зарабатывала. Вот знаешь, я у тебя чистого сердца сказала, что я люблю это. И я этим. Но знаешь, вот настолько может женщина себе вбить, она скажет, что я без него, без его денег. Я должна это делать. И она вот настолько себе уже это вбивает, что она тебе отвечает, так вроде бы она сама так и думает. Да, я должна это делать. Она настолько уже себе вот это вот все, что да, я должна его боготворить. Он мне приносит зарплату, я зарабатываю. Я без него не проживу. Я должна все это делать, расшириться для него. Многие, если она так думает. Просто она уже настолько это себе вбила, что она считает, что она сама так думает. Я все-таки думаю, это экономическая разница, оплата труда, скажем так. Женщины идут работать на эту физическую работу в связи с тем, что заработная оплата очень-очень маленькая. И мужчина не будет работать на такой работе, потому что ему нужно содержать свою семью. А женщина будет работать в том плане, что у нее есть муж, который тоже где-то работает. И, в принципе, вот из этого и будет состоять семья. Пещера. Она сидит на камне, и шкребет там какой-то уже типа посудки. Да, там еще не... Я помню это. Какой-то котелок, что-то выдолблено. Милая, я подарю тебе звезду. Я подарю тебе звезду, правда, Оксана. И потом уже дошло до высших, что там чуть ли не летят в этот, а она летит со своей кастрюлей, но уже более модерн, и она ее шкребет. Вот хоть какой опрос не проведи, хоть сколько бы не прошло времени, в большинстве он будет так. Я же говорю, допустим, в бригадир я бы пошла легко. Я считаю, что я справилась бы с этим. А, может быть, ты предложишь на работе? Смотри, там уже... Нет, семенять это полностью, наверное, менять весь этот, как он называется, костяк, да? Как правильно образоваться? Вот это все. Гнездо это просто. Все менять надо. А так, по одиночке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!